Ну а в эти минуты в Москве начинается церемония открытия памятника князю Владимиру. Прямая трансляция вашему вниманию. Прямая трансляция вашему вниманию. Прямая трансляция вашему вниманию. Памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Это событие объединило все наше общество. Давно в судьбе памятника не принимало такое активное участие большое количество жителей России. Это событие объединило и эпохи седую древность Таврической Корсуни и современную Москву. От того далекого 1988 года мы ведем отсчет нашей нации, нашей страны, нашей культуры. Всего того, что на века сплотило народы Великой России. Памятник, который сегодня мы открываем, символ единства нашей страны. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас. Ваше святейшество, уважаемые москвичи, дорогие друзья, приветствую вас и поздравляю с открытием памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Это большое, значимое событие и для Москвы, и для всей нашей страны, и для всех российских соотечественников. И символично, что оно проходит в день народного единства. И именно здесь, в центре столицы, у стен древнего Кремля, в самом сердце России. Новый памятник – дань уважения нашему выдающемуся предку. Особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину. Духовному основателю государства российского. Князь Владимирович навсегда вошёл в историю как собиратель и защитник русских земель. Как дальновидный политик, создавший основы сильного, единого, централизованного государства, объединившего в результате в одну огромную семью равные между собой народы, языки, культуры и религии. Его эпоха знала немало совершений. И важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из них было крещение Руси. Этот выбор стал общим духовным истоком для народов России, Белоруссии, Украины. Взложил нравственные, ценностные основы, которые определяют нашу жизнь и поныне. Именно прочная нравственная опора, сплочённость и единение помогали нашим предкам преодолевать трудности, жить и побеждать во славу Отечества. Из поколения в поколение укреплять его мощь и величие. И сегодня наш долг – вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия идти вперёд, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём Народного Единства, успехов и благополучия всем гражданам России. Его святейшество, патриарх московский Евсея Руси Кирилл. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие участники торжественной церемонии, святой князь Владимир подошёл к вопросу выбора веры очень прагматически, отправил своих послов, чтобы понять, где, как служит Богу. Это свидетельство глубинной нелживости князя и его стремление предельно честно и объективно подойти к самому важному вопросу – выбору веры. Сегодня мы живём в мире, где размываются истины. Культ, последователями которого многие сами того не знают, являются – это относительность истины, это квазирелигия современности. Всё имеет право на существование, потому что, собственно, незыбленной и вечной истины не существует. Если бы Владимир думал так же, как наши некоторые современники, он никогда не сделал бы свой выбор. Он бы остался язычником или бы стал христианином лично, на личностном уровне, но не крестил бы Русь. Тогда не было бы ни Руси, ни России, ни российской православной державы, ни Великой Российской империи, ни современной России. Но он искал не пышное богослужение или душевный комфорт, который даёт нередко религия, он искал истину с большой буквы, нашёл и полюбил образ Христа и в Святом Крещении познал его как свет, истину и жизнь. Сложности в экономике и политике существуют в любом обществе, но потеря духовной идентичности – это приговор любой стране. Она обречена, какой бы могущественной она ни казалась. Поэтому для Владимира вопрос выбора веры был тождественен вопросу выбора всей судьбы для любимого им народа. Если бы Владимир не имел личного опыта любви ко Христу, а руководствовался исключительно политическими или иными соображениями, народ бы ему не поверил. Владимир не был политическим интриганом и хитрецом, или двоедушным человеком, он был всегда целостен и искренен. И когда заблуждался и творил беззаконие, и когда нашёл полноту истины в вере православной и стал святым. Этот памятник – напоминание всякому, взирающему на него. А ты также искренен в своей вере, в своей любви к Отечеству, народу, как и святой князь Владимир. Или ты хочешь дистанцироваться от всех и вся ради частной выгоды и своекорыстного интереса. Но христианин – это тот, кто следует Христу не только, когда это удобно и комфортно, а всегда. У настоящего последователя Христа не может не болеть сердце не только за своих близких, но и за свой город, за свою страну, за весь мир. Самая страшная беда современности – это не экономические и политические кризисы, а острая, ставшая уже хронической нехваткой любви друг к другу, к нашему Творцу и ко всему творению. Никто не может пересмотреть выборы князя Владимира, не разрушив свои собственные...